в конце 19 начала двадцатого века в царской россии появится на свет можно было уже при помощи квалифицированных специалистов но также еще было такое понятие таких профессиональных групп женщин как повивальная бабка сельская повивальная бабка или просто как говорили повитуха кстати к слову такая была книга интересная советы замужней женщине которая рекомендовала молодой матери 9 дней лежать на спине и лишь на 10 на полчаса принять сидячее положение этой женщины нужно было много отдыхать по истечению двух недель позвонил позволялось сменить спальню на гостиную почему же да потому что престиж не было рожать не где-то в больнице скорее там рожали те у кого не хватало денег или их не было вообще роды принимали на дому это было и престижно но с другой стороны не было такой помощи вот медицинской как сегодня но мне очень понравились вот эти советы которые давали с тот период времени советы замужней женщине за 1853 год но не только советы но и были очень интересные приметы например держать много волос во рту во время родов либо набрать воды либо обкладывали роженицу сахаром так сказать выманивали младенца вот эта примета меня особо умилила сахаром приматить младенца но интересные приметы были даже в деревнях сельской местности считалось что в остывшую печь нужно обязательно родившую мать с младенцем посадить чтобы они там посидели и приняли такую баньку тогда они будут здоровыми и крепкими всю жизнь ну и тут надо еще сказать о том что все равно существовали так называемые родильные приюты для тех женщин которые имели возможность вот рожать в этих приютах существовали и так называемые секретные роды конечно ну помимо секретных да что такой был родильный приют в газетах дореволюционных мы можем увидеть очень много таких объявлений родильный приют акушерки чекановой для беременных и родительниц секретных и секретных убежище еще называлась до для секретных рожениц массаж электрические аппараты там были оспа прививка обязательно банки подкожные впрыскивания все это предлагалось газетах наших и к слову сказать что даже в знаменитой бане террабромиана нахичеванца которая располагалась в ростове была своя повивальная бабка можно было прийти не только получить какие-то спа процедуры принять но и тут же родить да и его тут я думаю надо особо подчеркнуть и объяснить что такое секретные роды вот сегодня может быть это кажется не столь вот очевидным а в тот период времени когда наше общество было патриархальным незаконорожденные дети это было вот что-то из ряда вон выходящих хотя их было немало и вот именно для того чтобы женщина могла родить так чтобы об этом никто не знал а как я повторюсь это были как правило незаконороженные дети вот для этого организовывались такие секретные роды но порой роды становились не только не секретными но и становились прилюдными тому пример случае который мы также нашли в газете при азовский край который описывает как кондуктор стал акушеркой да но и сегодня бывают конечно подобные случаи но в тот период времени это было сродни сенсации вот что писал по этому поводу при азовский край в поезде владикавказской железной дороги из харькова в ростов ехала беременная женщина как говорят в последнем периоде вдруг почувствовала она себя дурно начались роды конечно кондуктор испугался что делать обратился он за помощью пассажиром мол помогите ежели кто знает как роды принимать или или же если врачи вагоне есть то помогите но все наотрез отказались прийти на помощь бедной женщине и пришлось сердобольному кондуктору взять на себя роль акушерки а когда мужчина стал не хотя повивальной бабкой мы не просто так как вы догадываетесь стоим здесь возле этого дома роддома номер два когда-то он так назывался это старейший роддом нашего города ему почти сто лет он был как роддом открыт 1928 году а вообще он известен как дом лусигена попова это был такой очень известный предприниматель в нахичеване на дону и вообще фамилия попова очень известна была в городе это были меценаты это были люди которые занимались благотворительностью гласными были на хичеванской думы чем еще этот дом известен то что один из потомков лусигена попова манук попов он у себя вот здесь в этом доме брал на воспитание армянских девочек-сирот давал им хорошее образование и есть такие красивые легенды в нахичеване о том что у него была единственная дочь которая любила бриллианты и у которой были лучшие скакуны города а еще мы хотим вас удивить тем что их дореволюционное время уже были и в ростове нахичеване свои детские сады я лично думала что это веяние советского времени дабы освободить женщину до от лишних хлопот ребенок отправлялся в детский садик однако пионерами можно сказать нахичеване этого дела были супруги подконян ну надо сказать вообще что подконян рафаэл подконян это был выдающийся деятель армянской культуры писатель просветитель и он отличался вот такими новаторскими своими идеями и считается что детский сад который открылся в нахичеване на дону при активном участии подконяна он был не только первым детским садом с детским садом в нахичеване ну и вообще один из первых детских садов в истории армянского народа и кстати именно подконян очень большое значение придавал женскому образованию и он считал что вот это детский сад необходим для правильного воспитания будущего то есть детей да и в своей статье он очень интересно отмечал что детям нужен чистый воздух беспрестанное правильное движение полноценное питание чем дешевле и проще тем лучше считал он спокойный сон постепенное умственное развитие незатейливая одежда и постоянный разумный совет а вот какой интересный распорядок дня в газете в ростовском детском саду описан воспитательное заведение принимаются дети обоего пола от трех до семи лет какие у них занятия занятия следующие фребелевские работы фребель это основатель как раз пионер того детсадовского дела которая потом уже у нас развивалась и так эти работы пение рассказы подвижные игры и гимнастика занятия начинались в этом детском садике 9 утра и оканчивались в три часа пополудни обычно всего несколько часов дети проводили не весь день детском саду в 11 дети будут иметь завтрак сколько же это удовольствие стоило 7 рублей в месяц сюда же была включена и плата за завтрак деньги это правда были немалые но вот тут я хочу добавить что вот как-то мне всегда казалось что детские сады появились именно в советские годы но это действительно так вот массово стало придаваться этому большое значение но и до революции как мы видим были детские сады вот и в нашем городе в ростове-на-дону в том числе и там у нас такие веселые подвижные и замечательные южные дети и кстати как разумно был продуман распорядок дня для детей ангелами улиц называли детей подкидышей увы не у всех детей которые рождались в нашем городе складывалась судьба очень хорошо и так мы смотрим газете такую статистику в течение прошлого года это начало двадцатого века сейчас газету я привожу родилось 5718 детей из них незаконно рожденных в ростове мальчиков 309 и 297 незаконно рожденных девочек 7 октября такие были еще объявления в газетах 7 октября около 6 часов вечера полицейский 1 участка проходя по казанской улице заметил на тротуаре у фонаря какой-то сверток оказалось в нем были завернуты двое младенцев мужского пола при них нашли записку написанную карандашом на клочке бумаги которая гласила ребенок розовой рубашки федор белый михаил близнецы оба крещены незаконно рожденные это донская речь за 1902 год вот я тут хочу сказать что как красиво с одной стороны звучит ангелы улицы да а с другой стороны как грустно вот мы говорили о секретных родов и вместе с надо сказать что ведь не все люди отличаются благородством и и ну в общем то были те кто от своих детей избавлялся но что самое интересное что всегда как правило подкидышем обозначалась крещен имя вот потому что вопросом веры в тот период времени правда придавалось очень большое значение вот удивительно да с одной стороны человек отказывается от своего ребенка в силу определенных причин но с другой стороны мы очень важно чтобы знали что он крещен таким-то именем да и бросали детей порой самых неожиданных местах городском саду городовым бондаревом в кустах найден неизвестно кем подброшенный ребенок женского пола около трех дней от рождения без признаков крещения а вот вот как раз так вот без признаков крещения да вот обращается внимание и другая заметка около 7 часов вечера квартире провизора жабокрыцкого подкинут был ребенок женского пола возрасте трех пяти дней завернутой в старые тряпки на шее крест записки не оказалось или такое объявление вчера в соборной церкви неизвестная женщина дала на время подержать ребенка крестьянки тихоновой после чего скрылась и за ребенком уже не возвращалась и таких объявлений очень много было вы знаете вот что меня удивляет что люди с одной стороны учили закон божий а с другой стороны было огромное количество таких подкидышей но из как сай как следствие не только секретные роды но вот были дети которые нуждались то опеки поэтому создавались такие сиротские дома и до назывались они сиропитательные приюты они были в таганроге в новочеркасске и в ростове тоже такие приемные дома были и в ростове также была такая история известна очень называлась она фабрика ангелов история о том как купец троянкин на свои деньги завещал открыть а сиропитательный приют но очень долго думаю открывала в итоге меня и места меняли различных кормилиц и акушерок но получалось так что дети постоянно погибали условия им не смогли создать хорошие поэтому так и назвали это делать фабрика ангелов но вместе с тем надо дать должное купцу троянки но почему потому что так или иначе все таки подобный дом детский дом как сейчас вы сказали был создан а самое главное вот его сын михаила троянкина платон он тоже очень разумно распоряжался тем наследством которое ему досталось от отца и кстати вот была церковь николаевской больнице архангела михаила известная еще как церковь красного креста она была построена именно на деньги троянки в ростовской до николаевской городской больницы но была такая еще история как экспорт ангелов ныне сиропитательные дома отбирают кусок хлеба у торговцев попрошайками писали в газете раньше детей сирот некоторые особы собирали на улицах и за миску похлебки и крышу над головой заставляли попрошайничать на вокзалах да у церковных оград к сожалению такой тоже опыт был малышей заставляли попрошайничать и на железной дороге и в различных местах сожалению ничто не вечно под луной как говорится и эти вот такие беды они были и тогда и когда дети его так использовали но вместе с тем были и очень благородные люди например велись даже навелся прием бесплатный детей к врачами вот частности мы можем прочитать объявление что врач рейхсельд ведет прием бедных детей бедных из бедных семей совершенно бесплатно да еще был такой меценат купец попов о которой о семье которого мы уже говорили который учредил детскую больницу на 60 коек между прочим за свой счет да дело все в том что как мы уже сегодня вспоминали попова это были очень известные людям нахичева именно отличали свою благотворительностью меценатством и предпринимательской деятельности вот кстати надо сказать что в нахичеване в мариинской больнице был свое время открыт именно родильное отделение что сыграло огромную роль в истории города и в его так сказать медицинском вот развитие правоохранения ну а если говорить о истории которая развивалась дальше уже после гражданской войны серопитательные приюты сменили детские дома и детские колонии которые учреждались в как правило в частных домах либо в небольших каких-то зданиях где детей собирали огромное количество было детей-сирот да но это было связано с гражданской войной и всегда когда в страна переживает какие-то социальные потрясения к сожалению появляются такие дети-дети сирот дорогие наши зрители вы уже наверное становитесь специалистами в области истории а первый ростовский вместе с ростовом исторически будет находить для вас еще самые самые интересные истории ждите нас в эфире